Больше четырех месяцев прошло со дня торжественного открытия здания детской художественной школы после капитального ремонта. Жители знают эту архитектурную жемчужину как дом купца Мазепы, который стал настоящим украшением нашего города. И для творческого развития юных славянцев здесь созданы все условия. Работы в здании были проведены так, чтобы бережно подойти к сохранению исторического наследия и вместе с тем сделать так, чтобы было удобно для учащихся и преподавателей. Все эти задачи реставраторы и строители успешно решили. Школа дает начальное академическое художественное образование по рисунку, живописи, станковой композиции, скульптуре, истории искусств. Здесь занимается более 300 детей. Кабинеты у нас отдельные, дети работают в тишине, что при нашем занятии очень важно. Мы продолжаем участвовать во многих конкурсах, краевых, районных. Тесно сотрудничаем с нашей картиной галереи, при том, что у нас есть еще свой выставочный зал, где педагоги имеют возможность выставлять текущие какие-то выставки своих детей и деткам представлять свое творчество, где на перемене учащихся могут зайти и посмотреть, что-то для себя новое открыть. В уютных, хорошо освещенных и теплых кабинетах учащиеся занимаются под руководством преподавателей своим любимым делом. Они используют самые разные техники с тем, чтобы в совершенстве овладеть ими. И это позволяет им более точно воплощать свой замысел. Есть также две мастерские декоративно-прикладного творчества. Лоскутное шитье, работа с батиком, роспись досок – все это изучают и осваивают на деле воспитанники. Я очень хотела рисовать, у меня это очень получалось. И тут работают профессионалы. И мне впоследствии это очень понадобится, потому что я пойду на дизайнера. И огромный опыт училий мне очень поможет в будущем. Я здесь обучаюсь не только прикладному искусству, а живописи, рисунку. Опытные преподаватели вкладывают душу в свои занятия, стараясь заинтересовать учащихся и научить их видеть в окружающем мире и самим создавать красоту. Мы занимаемся разными видами декоративно-прикладного искусства. Это и роспись, это и лоскутное шитье, и в том числе это тряпичная кукла. Также ткачество мы развивать начали в нашей школе. В общем, стараемся, чтобы для детей были созданы все условия, чтобы они могли творить, создавать хорошие душевные вещи своими руками. Действует здесь и мастерская по скульптурной работе. Ребята делают изделия из пластилина, папье-маше, реализуется программа по керамике. Благодаря новой печи для обжига керамических изделий, их качество на высоком уровне. Обучающимся в Славянской художественной школе очень повезло, ведь они могут постигать тонкости искусства в таких прекрасных условиях. В образовательном учреждении считают, что нужно и можно предоставить возможности для обучения всем, у кого есть способности и прилагают усилия для этого. Мы можем еще на следующий год добрать дополнительные две группы. У нас очень большой выпуск в этом году. Выпускается у нас семь классов. Мы будем набирать восемь групп на следующий год. Приглашаем всех с 20 апреля прийти, подать заявление, не опоздать. У нас набор проходит весной. Летом вступительный экзамен в начале июня. Поэтому прием документов начинается с 20 апреля по 20 мая. Мы ждем всех возраст с 10 лет поступления на бюджетные программы до 10 лет с 6,5 у нас на платные программы. Детская фантазия практически не имеет границ. Вызывает удивление мастерство умельцев, у которых поистине золотые руки. Впереди у славянских юных художников много новых открытий и творческих свершений. А не только в преддверии своего будущего профессионального пути. И к нему они готовятся с помощью прекрасных педагогов. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов. Программа События.